вы слышите 06 литров двигатель v2 быстро щелкаю нет не заводится я тут какая-то фигня непонятная смотри короче это у нас 3 тандемный трехколесный сверх компактный автомобиль это машина не подумайте ничего плохого спереди одно колесо сзади два колеса и стоит здесь 06 литров двигатель v2 этот двигатель v2 он требует питания для работы 50 ватт то есть ему надо какой-то аккумулятор чтобы он мог завестись он мог работать да ну здесь есть мотогенератор то есть когда он уже заведенный мотогенератор генерирует и соответственно он часть вот этих этой энергии берет от мотогенератора но аккумулятора здесь нет здесь не стоит аккумулятор и с помощью смотри какой прикол вот мы хватаем потаскали я не знаю может таскать не надо может просто мной больше надо надо нажимать может он заводится без аккумулятора вот такая машина с в в 2 2 цилиндровым в в-образным двигателем внутри завелся то есть мы его потаскали к я сейчас заглушить короче немножко постоять то есть сразу если заводить может и заведется а если он немножко постоял он перестает заводиться и так вот потаскал его потаскал по кругу короче хоп опять завелся я не понимаю как это работает прекратить вождение что это такое аккумулятора нет откуда ты берешь топ это тактик 52 ладно я не об этом короче там две минуты две минуты горю на позапрошлом видео в комментариях возникла просто кондиционировать и я кое-что потестил значит смотри у нас в инвентаре есть свисток мультитул в нем есть термометр давай померяем сколько у нас на улице сейчас активировать получить информацию 7 градусов ну тут вот показывается 7 градусов по цельсию на улице у нас раннее утро 8 утра конец весны 91 день и на улице 7 градусов по цельсию принципе нормальная такая температурка значит здесь такая вот я поставил тут электросеть к этой электросети подключил маленький типа кондиционер и у нас здесь наверху такая холодильная комната совсем холодильная комната вот здесь тут у нас минус 4 градусов но эти минус 4 градуса они будут только по ночам только летом собственно здесь у нас стоит кондиционер то есть эта комната охлаждается эффективность такого то есть использовать для хранения продуктов для заморозки это разве что летом вот в помещении чтобы не сильно жарко было можно это использовать значит в чем суть сразу дисклеймер это характерно для версии то есть эта версия 0h последний релиз кандидат очень часто во всяких транспортах всяких вот таких странных трехколесных тандемных автомобилей часто бывает на тайле водителя там находится малый интегрированный кулер охладитель это устройство которое потребляет там небольшое какую-то мощность и при этом она она охлаждает значит избыток тепла выводится через выхладную трубу вот я крок кроме вот этого интегрированного кулера который бывает на таком транспорте здесь нет здесь только обогреватель есть кроме такого интегрированного кулера можно найти автомобильный кондиционер он встречается в фургонах таких с холодильником то есть в кузове фургона такой кузовной фургон типа рефрижератора да и в середине там по центру стоит вот такой автомобильный кондиционер неплохая штука по потреблению он точно такой же как интегрированный кулер два одновременно их на тайл ставить нет смысла потому что эффективность лучше не будет а потребление будет два раза потому что пункт меню для запуска кондиционера он запускает все охлаждающие нет отдельного пункта для каждого устройства то есть два охлаждающих устройства 3 1 единый пункт меню запускает все охлаждающие устройства на автомобиле то есть грубо говоря разносить на несколько тайлов можно чтобы попробовать увеличить эффективность но ставить на один тайл смысла их нет хотя можно поставить установить автомобильный кондиционер и интегрированный кулер значит здесь у меня построенный 2 тайловый транспорт две рамы абсолютно любые на первом на переднем тали установлены автомобильный кондиционер и приборная панель приборная панель для управления чтобы включить выключить ну и к приборной панели соответственно подключается то здесь у меня нет ни двигателей здесь у меня нет ни аккумуляторов у меня эта штука приборная панель просто подключена с помощью садового удлинителя к домашней электрической сети вот там вот у меня холодильник стоит тут солнечной панели здесь одна проводка воткнутая в стену вот такие кирпичные стены они без встроенной проводки вот тут одна проводка воткнута в стену чтобы это в единую сеть объединялась тут стоит большой аккумулятор вот электроплиточка и холодильник ну и лампочка которая есть можно там например если но ночью что-то крафтить вот у нас хопс ночь наступила у нас тут все светло почему светло потому что я забыл выключить лампу лампочка горит все хорошо собственно туда садовым удлинительно подключен этот кондиционер он тут немножко кондиционирует ну и собственно вы видите по разнице воздухе воздуха то что на улице у нас плюс 7 здесь у нас помещение минус 2 минус 4 то есть разница составляет где-то порядка 10 градусов я тестировал на более крупных помещениях с трудом он маломощный с трудом но он может это охладить то есть кондиционер вот так вот вставленный здесь было окно то есть его можно вставить вот здесь две двери соответственно его можно так само вставить вот сюда вот поставить так чтобы вот этот тайл был горячий вот это и был давай дальше по конструкции значит на переднем тайле понятно автомобильный кондиционер рама и приборная панель для управления на заднем тайле стоит автоглушитель и деревянный кузов деревянный кузов служит для изоляции двух пространств это плохая изоляция это далеко не стена то есть если мы видим что в стену вот смотрим на окно да здесь газа не смешивается а здесь у нас видно вот тут тут написано что есть горячий воздух и холодный воздух соответственно то есть вот это у нас холодный тайл а вот этот тайл горячий и вот эти вот вот чип то есть через эту стену воздух проникает она не полная то стена автомобиля она не заполняет все пространство стены здания соответственно но по-другому никак несмотря на то что это вот так вот это все равно работает плохо плохая изоляция но она работает значит что касается автоглушителя. Автоглушитель это блок устройства, которое спавнит. То есть, когда мы включаем автомобильный кондиционер, либо интегрированный кулер, без разницы, вот, он потребляет 120 ватт, что тот, что тот. Когда мы его запускаем, он спавнит там, где он стоит, он спавнит холодный воздух, а автоглушитель спавнит горячий воздух. Вопрос, где спавнит? Значит, на самом деле, без разницы, где устанавливать автоглушитель в этом транспорте, что на передний, что на задний тайл. Автоглушитель это такой блок, даже если мы поставим его вот здесь, например, вот тут поставили, прям воткнули его и все. Казалось бы, где он должен спавнить дым? Где он должен спавнить горячий воздух? Автоглушитель проверяет, то есть, он смотрит, если ему надо заспавнить горячий воздух, он смотрит, он строит линию до задней части транспорта и на первом пустом, свободном тайле он спавнит горячий воздух. Соответственно, и дым. Если мы поставим автоглушитель вот здесь, мы считаем, что от него, от автоглушителя, то есть, автоглушитель это сама банка, которая там заглушает звук, но от него мы считаем, что идет труба до конца автомобиля. При движении назад, по-моему, наоборот рассматривать в эту сторону, то есть, зависит от направления движения. То есть, автоглушитель, грубо говоря, это устройство, которое на первом пустом тайле за корпусом автомобиля в зависимости от направления движения, то есть, против направления движения спавнит горячий или холодный воздух. Если это автомобиль стоит, значит, спавнится сзади. Соответственно, у нас вот этот автомобиль, этот транспорт, да, он, вот если мы тут встанем, посмотрим, тут 18 градусов по Цельсию, то есть, мы вот здесь, обратите внимание, здесь 18 градусов по Цельсию, то есть, тут заспавнился горячий воздух. Это горячий тайл, а тайл с кондиционером, соответственно, холодный. То есть, тут потихоньку вот этот горячий воздух, тут горячий, тут горячий, тут уличный фенарь, кстати, мешает растечению, тут горячий воздух, да, то есть, потихоньку тут этот горячий воздух спавнится и растекается, уносится по округе. Соответственно. А холодный воздух, несмотря на то, что изоляция вот эта плохая, вот эта изоляция не очень качественная, холодный воздух, тем не вот здесь вот позволяет понизить температуру по сравнению с окружающей то есть если на улице у нас или вот здесь помещение например у нас 7 градусов по цельсию на улице а улица тоже 7 градусов по цельсию то в помещении значит таком небольшом небольшой конурки вот в ванной ванной на брат тепло должно быть да ну мы будем использовать как холодильничек этого помещение тут у нас минус 4 градуса по цельсию то есть разница составляет ну порядка порядка 10 градусов вот на 10 градусов он сможет понизить эту температуру в помещении если на улице сейчас расцветет с утра у нас прохладно сейчас днем будет 20 градусов может быть то соответственно здесь будет плюс 10 этого недостаточно для замораживания просто охладить немножко комнату можно пробовать делать каскадные схемы то есть ставим один кондиционер вот в такую комнату до дальше из этой комнаты ставим другой кондиционер и делаем последовательно каскадную схему и смотрим что при этом получится то есть если на улице 25 градусов 1 ходил на 10 знаешь тут плюс 10 2 охлаждает еще на 10 там получается плюс 0 а 3 соответственно то есть мы здесь при чем можно ограничивать потому что через вот такие вот большие ну я не знаю нас читать шкафов и они знаю насчет книжных шкафов но стеллажи металлические по крайней мере деревянные пробовал но проверял металлические стеллажи металлические стеллажи вы видим и заполняют пространство от пола до потолка и они не пропускают тепло тусе на них Хорошо, ну как хорошо изолируют. Они не пропускают вот эти вот тайлы, холодный воздух на них не растекается, да. Вот смотри, здесь холодный воздух есть над ванной, то есть там, где мы можем залезть. Вот мы можем залезть на унитаз, на мойку, можем залезть вот сюда, да, на стол. Вот сюда можем залезть, здесь холодный воздух есть. А здесь, если ты посмотришь, то есть сюда он не течет. Деревянная стойка, она, стеллаж высокий, и он является изолятором. То есть с помощью таких стеллажей мы можем изолировать пространство и построить каскадные схемы. То есть, грубо говоря, вот тут ставим еще один, а тут, чтобы оно не растекалось, изолируем, отсекаем. Получается вот такими вот стеллажами деревянными. Пробуем отсечь. Вот, несмотря на то, что перетечение будет через вот этот тайл, то есть вот этот тайл, вот эта стена получается, это боковина, да, кузов деревянный, она вроде полная стена, но она автомобильная полная, она по-любому меньше, чем пространство от пола до потолка зданий. Поэтому через нее течет. Может быть попробовать, то есть если вы экспериментировали, может быть вы попробовали что-то другое, не деревянный кузов там, то есть не кузов какой-то, а может сюда крышу еще что-то добавить, я не пробовал. Вот, если у вас есть какие-то данные по этим экспериментам, то есть если напишите в комментариях, это будет полезно не только для меня, а для тех, кто посмотрит это видео, тоже пойдет в комментарии, почитает и узнает что-то. Там ребята очень много полезного пишут. Вот, собственно, мы можем это использовать для кондиционирования помещения и понизить, даже бескаскадный схем, понизить температуру в помещении там на 5, на 10 градусов относительно окружения. Но толку с этого просто джаст и фан, типа у меня дома стоит кондиционер, у меня прохладнее, на улице жарко, а внутри в помещении норм, да, казалось бы. Но у меня там внутри в подвале, сейчас мы пойдем посмотрим, я не знаю, как там оно работает. Тут в подвале тоже у меня, видишь, я подключил сюда, удобно, да, подключил сюда этот, ну, включить, включить освещение салона. Вот, настольную лампу подключил, и в подвале светло как днем, правда не до конца достает, вот у меня нет удлинителя еще одного. Вот так уже к настольной лампе подключил кондиционер. Вот, так вот, по поводу кондиционера. Здесь немножко сложнее все, почему? Потому что ему некуда сбрасывать, то есть сброс... А что это тут? Ну-ка. Что это тут такое? Странное. А, там стена выбита. Там выбит кусок стены. Это поэтому я вижу, да, вот это, вот это стены. Тут же нет никаких скрытых секретных. Нет, вроде нет. Вот. Смотри, тут у нас температура сбрасывается вот в это помещение. Сбрасывается вот в это помещение, и, по-моему, судя по тому, что я вижу, оно не растекается дальше определенного расстояния. То есть, вот здесь у нас есть горячий воздух. Тут мы смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А тут оно уже диспавнится, да, получается, смотри. То есть, сюда оно уже не течет. Давай немножко подождем, постоим вот здесь, подождем 30 минут. То есть, фишка в чем? В подвале у нас всегда, если на улице у нас может быть 20 градусов по Цельсию, кондиционер сбросит в помещение температуру до 10, в лучшем случае, да, то вот здесь, да, слушай, тут не спавнится. Вот здесь горячий воздух есть, видишь? То есть, на определенном расстоянии, возможно, раз, точка вот эта горячая, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я согласен, восемь это красивое число, круглое. Вот. То есть, обсчет от горячей точки растечения воздуха может быть не больше восьми тайлов. Соответственно, то есть, мы можем длинную палку сделать, и у нас смешения не будет. Вот здесь смешиваться горячий и холодный воздух не будет. Соответственно, несмотря на то, что сейчас он смешивается, у нас все-таки КПД низкая, потому что тут дверь установлена вообще, да, чтобы можно было зайти сюда. Но мы горячую температуру, то есть, мы нагреваем вот это помещение, получается, а вот это помещение мы охлаждаем. И я тебе скажу, что, несмотря на то, что я туда-сюда шастал, да, давай сейчас подождем, например, подождем два часа, голова мерзнет, рот мерзнет. Заметь, то, что я здесь, то есть, если бы здесь была маленькая комнатка, маленькая, то это было бы намного лучше. Мы здесь охлаждаем такую здоровую конуру. Видишь, оно до конца там не растекается, то есть, надо было маленькую комнатку какую-то сделать, построить. То есть, можно было бы даже снести вот бетонную стену, это сложно, это надо каким-то вот тут. Так, чтобы вот эту комнатку можно было бы сделать морозильной камерой, например. То есть, вынести, горячая часть должна быть в большом помещении, чтобы оно имело куда утечь, потому что мы, по сути, нагреем, если она будет маленькая, мы нагреем весь воздух горячий в этой помещении, в этом помещении кондиционер перестанет сепарировать тепло. Он не будет работать. Ему нам нужно так, чтобы этот горячий воздух куда-то утекал и где-то пропадал, то есть, куда-то растекался. Мы не можем в никуда выбрасывать тепло. Надо было где-то, да, вот тут выбить, как бы здесь, вот так как-то поставить сюда, так, чтобы вот эта маленькая комнатушка, потому что здесь то же самое, да, у нас. Но, тем не менее, и холодно, смотри. И рядом с кондиционером минус 2, минус 2, минус 2, тут 6, 1, может, еще через ступеньки еще течет, да, через ступеньки еще протекает. Минус 3, минус 5. То есть, если это правильно поставить, минус 3, минус 2, то это морозилка. Мы можем сделать в подвале морозилку. Если наверху у нас плюс 20, мы на 10 только сбросили, то в подвале у нас плюс 6. А с плюс 6, если мы сбросим даже не на 10, а на тех же, на 7 градусов, это уже будет минус 1. Этого достаточно для того, чтобы продукты замерзали. То есть, мы можем сделать себе большую емкую морозилку, поставить тут какие-то складские стеллажи, которые по 2000 на тайл, да, и у нас получится супер морозилка, вот с такой вот конурки маленькой. Я считаю, что must have. То есть, автомобиль, кондиционирование зданий можно использовать. По крайней мере, для того, чтобы из подвала за ценой 120 ватт получить очень большой и емкий морозильник, куда можно загрузить тонны продуктов. То есть, притащил туда, там тушу какого-то оленя там или лося, да, вот, скинул, и прямо здесь можно поготовить, что-то приготовить его, да, так, чтобы оно не портилось, но сразу будет замораживаться. То есть, я считаю, что неплохо. Единственное, что я не знаю, как будет ли работать это в пузыре реальности, за пределами пузыря реальности, но это надо проверять. Собственно, как он построен? Тут трехтайловый, я немножко отнес подальше, чтобы больше эффективность была, да. У нас там автоглушитель на заднем тайле, тут стоит деревянная дверь, а тут кондиционер с приборной панелью. То же самое подключено кабелем питания к вот этой лампе, которая в свою очередь... Давай, выключим, чтобы не тратило, чтобы не тратило у нас напряжение. Вот. Собственно, по кондиционерам. И по поводу вот этих вот мотоциклов... Это не мотоциклов... Это автомобиль. Хорошие игры, ребят.